Мистика или реальность? Этим вопросом сейчас задаются жители окраины Екатеринбурга. Клетки с кроликами в их саду этой ночью были разрушены неведомым существом. И жители на полном серьезе утверждают, это была Чупакабра. Так ли это решила выяснить Анна Болчева? Вообще порвано пополам, лежат кишки, а остальные вот целые, у кого глаз нет, у кого лапки оторванные. Идиллическое утро на даче Ивана мрачило массовое убийство. Когда он решил проведать ушастых питомцев, все они были растерзаны. Все кролики мертвые, не знаю, на собаку не похоже, вся кровь выпита, все на месте. Кто умертвил животных, сразу и не сообразили. Все клетки сломаны, собаки, это, наверное, не под силу, все разбито. Трупы даже на грядках. Две самки, они беременные, ну они убегали, по-видимому, из клетки своей оттуда. Вот так вот они и лежали, на них ни крови, ничего. Кровожадное животное оставило странные, ни на кого не похожие следы. Целая яма, как бы это не собака, это 100%, вот какой, это одна лапа. И дальше идет, вот расстояние, да, какое у него, шага, так скажем, вот второй след. Неведомый зверь, никто иной, как чупакабра, решили молодые люди. Это неизвестное науке существо, как считается, убивает домашних животных, высасывая из них кровь. Я думаю, что это по-любому чупакабра, судя по следам, судя по тому, что мы смотрели видео в интернете. Этот кролик единственный выживший после страшной ночи. Его спасло то, что жил он в самой высокой клетке. Однако досталось ему, видны следы укуса, задние лапы у него не двигаются. После случившегося ему дали кличку «везунчик» и решили усилить охрану. Вместе с везунчиком и его менее везучим товарищем отправляемся в ветеринарную клинику. Врач в мистические существа не верит, но при осмотре трупа сразу отмечает весьма странное поведение хищника. У него цель какая? Чтобы съесть животное, убить и съесть. Здесь просто покусы. Либо это был маленький хищник, который просто был сыт и баловался, грубо говоря. Либо это было животное, возможно, с бешенством. Кто убил уральских кроликов, способна определить только экспертиза. Я 73 года прожил такую вещь, не встречал и не буду здесь на Урале. Ну, мне кажется, собака какая-нибудь. Сейчас всяких дверей полно. У нас никогда ничего не было. Сейчас бурундуки появились в саду, ежики появились, ползы. А чупакабра, думаете, может появиться? А что такое? Вот у меня чупакабра. Уральские уфологи мистики в этой истории тоже не находят, но припоминают подобную историю в Челябинске. В прошлом году неизвестное существо погубило там 40 кроликов. Тоже говорили соседи, они якобы обескровлены. Этого не может быть такого, потому что это было на самом деле внутреннее выкорчение и гематома. Делали вскрытие, там ответили, что в том районе бродит либо лиса, либо рысь. Кем бы ни было это существо, но Иван и Юля уже решили, кроликов вновь они разводить не будут. А для везунчика поставят уже не пластиковую, а железную клетку. Анна Булчева, Александр Токан, Вестюрал.